Приветствую вас и то, что вы пишете, то, что вы излагаете нам наглядно свидетельствует о направлении вашего контакт-вопроса. То есть вы не связываете вашу необщительность с неуверенностью в себе. То есть вы считаете, что необщительность у вас – это не следствие неуверенности в себе. Необщительность у вас – это нечто, как я понял, другое именно в вашем понимании. То есть вы сами для себя решили, что проблема у вас немножко в ином виде контекста. И вы знаете, ну, собственно, что вам можно сказать, как бы спорить с вами, например, или говорить о том, что это не так, мне кажется, смысла не имеет. То есть вы задаете вопрос, вы обрисовываете проблему, но при этом получается, что уже, как бы, ну, не знаю, сознательно или, может быть, неосознанно, вы исключаете очень важную и, я бы даже сказал, очень важную и одну из самых вероятных причин того, почему у вас не получается общаться с людьми. Но тем не менее, тем не менее, я готов принять вашу точку зрения, я готов с ней согласиться, я готов, как бы, принять тот факт, что дело действительно здесь не в неуверенности в себе. И на это указывает то, что вы написали такую, на мой взгляд, достаточно интересную вещь. Эта вещь такая, что у вас иссякает количество тем для разговора. То есть вот, пара вопросов вам задали, пара вопросов задали вы, и, в принципе, на этом общение для вас все, то есть больше вам неинтересно общаться с людьми. И, как бы, понимаете, если вы хотите именно лучше взаимодействовать с людьми, то позвольте мне немножечко углубиться в, может быть, рассуждения, я надеюсь, не очень такие пространные рассуждения по поводу того, что представляет из себя общение. Как вы можете догадаться, общение представляет из себя процесс образования чего-то общего, как вы можете видеть из слова «общение». И общение значит что-то общего. То есть человек взаимодействует с другими людьми на фоне чего-то общего. И, соответственно, если этого общего ничего нет, то общение, соответственно, быть не может. Откуда взять сообщение, если общего нет ничего? Соответственно, вам нужно, или, лучше сказать, наверное, желательно, действовать следующим образом. Первое и самое главное, нужно определить ваши собственные интересы. То есть, нужно определить, что вам интересно, нужно определить, чего вы хотите, нужно определить, что вам нравится вообще. И дальше, то, что вам желательно бы делать, это, по сути, развивать эти аспекты. То есть, например, вы можете либо задавать людям вопросы, относительно того, что вам интересно. Причем, ваш выбор, относительно того, насчет чего задавать вопросы, вы совершаете, исходя из ваших предпочтений. То есть, вот сфера ваших интересов, да, и вы выбираете наиболее приближенный к этой сфере интерес других людей. То есть, как бы, интерес следит не совсем в плоскости вашей, не совсем в плоскости ваших интересов, но и не слишком далеко от них. То есть, наиболее приближен к тому, что вам интересно. Вот, вы задаете себе примерно такой вопрос, и исходя из ответа на него, определяете, что вам может быть интересно вот при таком приблизительном раскладе. И на эту тему вы заводите разговор с людьми. Если вам не интересно ничего, или если вам интересно то, что не интересно другим, то сферу ваших интересов нужно развивать. Сферу ваших интересов нужно расширять, и только путем расширения сферы ваших интересов можно добиться того, что общение у вас станет больше. А сфера интересов расширяется за счет, собственно, определения их. За счет определения своих сильных сторон. За счет определения своих способностей, своихateксл, своих там, сильных моментов, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот это то, что вам нужно делать. Общение это всегда интересы людей Если вам хочется, чтобы люди с вами общались То эти самые интересы нужно постоянно развивать Нужно, чтобы они совпадали как можно лучше Собственно, с интересами других людей Тогда вам будет гораздо легче общаться с другими людьми То есть это ваши интересы И я надеюсь, что мы с вами данный аспект хорошо поймем Потому что он очень важный аспект И он является основным при общении с людьми При том условии, если у вас все-таки действительно Как вы говорите, нет неуверенности в себе Если же я все-таки не могу не затронуть эту тему Потому что ситуация заключается в том Что вы назвали своих родителей общительными А вы не общите Ну как бы у вас проблемы с общением Соответственно, вам невероятно Что именно ваша необщительность Она является реакцией на излишнюю общительность родителей Из-за того, что вы считаете ее чисто вредной Для себя Например Например, для себя То есть в общительности родителей вы видите угрозу себе Например, угрозу в том плане Что вам меньше будет немало Например, угрозу в том плане Что если родители там будут общаться Не с вами, да А с другими То вам будет меньше внимания Возможно, как-то еще То есть что-то вот в общении с родителями Все-таки В взаимодействии с ними В вашем становлении По отношению к ним Повлияло на то, что вы не можете общаться Может быть, у вас есть проблема просто с построением своей речи Этого я не знаю Но написали вы Все достаточно складно И вроде бы проблемы со словарным запасом у вас нет Кроме того Кроме того Вы немного учитесь в университете И я думаю, что Вы бы не смогли учиться И чтобы у вас не было навыков именно общения Значит, соответственно Если дело только в застарке тем То это расширение Ваших интересов Расширение вашего кругозора Освоение новых сфер Более активный интерес По отношению к родным видам деятельности И соответственно Контакт на этом фоне На этой почве Помню о том Что чем дальше Тем Клоднее вам будет найти Найти друзей Потому что Чем человек старше Тем ему тяжелее Идти на контакт Что касается Дискудетского сша Для того, что у вас Считает музыкомерный Этот момент Он тоже Настойный того Чтобы на него Обратить внимание Потому что Ну, если вас считают музыкомерными Значит, вы Такой людям Кажетесь И соответственно Очень желательно понять Почему вы такой Кажетесь людям То есть А вы ведете себя Так, как будто Вы смотрите на других С высока Вы Сказали, что Это Не так И я вам верю Но Нужно работать Над вашим Поведением Видимо Нужно работать Видимо над тем Как вы ведете себя С людьми Чтобы Они не видели В вас Того Воскомерия Которого вас нет И для этого Необходимо Анафицировать Что вы делаете Не так Для этого Необходимо Проводить Самонаблюдение Да, то есть Вам нужно Стать перед зеркалом Например И Собственно Посмотрите Как вы выглядите Как у вас Выраженное лицо Как Как вы Смотрите И так далее Возможно Немножечко Подкорректировать Свой Свой Мимический Образ Возможно Стоит Немножечко Подкорректировать Свои Выраженное лицо Сейчас Управлять И может быть Чаще Улыбаться Также Хотелось бы Задать вам Просто Такой Отвлеченный Немного Вопрос О том Насколько Много Позитива В вашей Жизни Насколько Вы Гармоничны Сами Для себя Сами По себе И Собственно Насколько Вы Чувствуете Счастье Счастливы Ли Вы Если Да То Соответственно Прекрасно Если Нет То Почему То есть С этим Моментом Тоже Мощно Мощно И нужно Работать И я Не стал бы Отрисать Как я Уже Сказал Неуверенность Вашу В себе Как Пусть Для Невозможности Построения Общения Все Может быть Вы Просто Вполне Вероятно Этого Даже Не Замечается И Необходимо Анализировать Необходимо Проводить Анализ Чтобы Понять В чем Настоящая Причина Кого Скроется Дальше Вы Пишите О том Что Родители Избавятся От Одиночества И вот Наверное Это То Что Вы Хотите Избавиться От Одиночества Самая Такая Знаете Главная Указка На То Что Все Таки Наверное Проблема Ведет В сфере Чего-то Негативного Потому Что Если бы Вам Были Например Люди Неинтересны Как Предположил Моя Коллега Это Не было бы Одиночеством А было бы Уединение То есть Такое Добровольное Нахождение В обособленном Состоянии В обособленном Положении В обособленной Позиции А Раз Это Все-таки Одиночество То То есть Вынуденное Состояние Которое Вам Не нравится От которого Вы хотите Избавиться То Соответственно Что-то Вас Против Вашей Воли Туда Поместило Вот Ну и Наразбираться Что Именно И Почему А дальше Хочется Сказать Вам О том Что Одиночество Самопосибирие И Избавление От него Это Ваша Задача Никто Не обязан Избавлять Вас До сих пор Пока Вы боитесь Одиночества Вы И Хотите Избавиться От него Вы Являетесь Зависимой От других Людей И Придаете Этим Людям Другим По-моему Куда Больше Значения Чем Нужно Из-за Из-за Этого Также Может быть Общение У вас Не строится Причем Общение Не в детском Саду И в школе Не построилось По Одной Причине Причем Кстати Вы не Описываете Что было У вас В школе Может быть Что делая Именно В ней Вот В детском Саду У вас Не получил Знаете Придеть Но Стали Закрыты В школе Это Усугубилось Потому что Школа Достаточно Такой Жесткий Я бы даже Сказал Жестокий Период Становления Человека Как Социального Индивида Соответственно Может быть В этом И Есть Ваша Проблема Но Одиночество Это Ваша Нежелательная Позиция И От нее Вам Нужно Избавиться Самой Как Учиться Быть Наедине С собой И не Тяготиться Эти Уметь Занимать Себя И воспринимать Одиночество Не как Что-то Негативное А как Что-то Позитивное Как Способ Как Средство Достижения Ваших Целей И Когда Одиночество Будет Для вас Соединением То есть Чем-то Хорошим И Позитивным И Положительным Вы Станете Менее Зависим От Других Людей И Возможно Сверх Мотивация Для Общения Других Других Пройдет И Свернет И Вам Будет Легче Вам Будет Легче Налаживать Контакты Вот Так Я думаю Можно Ответить Вам На Вопросы Ваши Если Какие-то Наполнительные У вас Вопросы Появились Пишите В личку Помогу Вам Если Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи